Рейд мобильной группы по охране труда сегодня пришелся на предприятие малого и среднего бизнеса. Первый объект для мониторинга – Европластик. Именно здесь в прошлом году сильно пострадал работник. Однако проверить организацию, которая находится на территории Легпромразвития, специалистам не позволили уже во второй раз. Действия руководителя будут рассмотрены на заседании Игоря исполкома по вопросу охраны труда. В Европластике руководящего состава никого нет. Поэтому без разрешения руководителя, без согласования, я вас на территорию не пропущу. Это территория Легпромразвития. Попасть в офис МКЛИС-сервис нашей съемочной группе удалось. Но на территорию деревообрабатывающего предприятия вход закрыли. Отсюда возникает вопрос – так все ли в порядке? Позже инспектор Госэнергогазнадзора пояснила – нарушения есть, рекомендации к их устранению выписаны. Следующая организация в списке запланированных – люкс ВОО. Помимо отсутствия спецодежды и обуви у сотрудников, здесь загромождены проходы и неукомплектованы аптечки. Неэффективно работает и вентиляция, но даже и это не все. Нарушения фиксируют все специалисты рейдовой группы. Вот такие самодельные удлинители, которые тоже считаются пожароопасными. То есть на деревянной основе, незакрытого исполнения розеточки, вилки уже с почти переломанными изоляцией. Вот уже изоляции нет, это уже тоже опасно. В любой момент может изоляция нарушиться и человек попадет под электрический ток. Четвертый и финальный объект – МАК-Стайл. Здесь нарушений меньше, чем у других, однако есть пробел в отсутствии индивидуальных средств защиты. Точнее, большинство работников к жизненно важному вопросу относятся пренебрежительно. Но специалисты уверяют, даже несмотря на жару, это не повод игнорировать технику безопасности. Работодатели же, в свою очередь, обязаны обеспечить людей всеми необходимыми условиями труда, чтобы не было беды. Ведь эта инспекция скорее профилактическая, но ее цель – избежать производственного травматизма. Если человек может зацепиться ногой, упасть рукой или ногу сломать, то это уже у нас будет травматизм. То есть для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, но и также, чтобы наши люди знали, что их ждут дома, и все-таки надо соблюдать требования у нас закона об охране труда. За полгода на производстве города серьезные травмы получили 10 человек, двое погибли. Для сравнения, за аналогичный период 2018-го зафиксировано 10 случаев со смертельным исходом и 12 с тяжелым. Как показывает практика, зачастую люди недооценивают важность соблюдения техники безопасности. Но проверки продолжатся. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.